Привет, ребят! Сегодня у нас замечательная солнечная погода. Вообще и очень-очень потеплело. Знаете, ребят, в общем, поговорив со своими коллегами, знакомыми, я поняла, что очень много у кого есть уже права. Даже если, допустим, девушка не водит машину, но права у нее есть. Ага, котик. Вот. И сейчас многие тоже идут на права. Тоже изучают эту всю теорию, потом практику. Это сейчас очень популярно, я смотрю. Потому что даже если, знаете, тебе не пригодится, ну, то есть не будет возможности купить машину, да, предположим, то сейчас такая ситуация стрёмная, что в любом случае может быть понадобятся навыки вождения. Понятное дело, что можно сказать так, лучше кто-нибудь там научить, будешь водить машину без прав. навыки, но все-таки, я думаю, так будет правильней. То есть, знаете, начинается какая-то бомбежка. Допустим, некому везти машину. Потому что реально, если посмотреть видео, такие ситуации были. И когда у тебя есть навык, когда ты уже умеешь, это очень хорошо, я считаю. Привет, еще раз, ребят. Кстати, не знаю, есть ли в Украине этот кар в Шерри. Я-то знаю, что есть такая вообще возможность, да, брать машину в... берете, ну, брать машину в аренду и использовать ее. Но, честно говоря, никогда ни от кого не слышала. Напишите, ребят, если вы знаете, есть ли в Украине вот этот вот кар Шерри. Потому что это я смотрела блогера игрового, но это из другой страны. И он говорил, что у них есть. И немножко рассказывал об этом все. О плюсах и минусах. То, что как бы отвечаешь в любом случае за машину, в любом случае, если там что-то с ней случается, будешь ты платить. И, понятное дело, что тебе могут предоставить машину в любом состоянии. То есть она может быть неисправной, ну, неисправной, имеется в виду там чего-то будет не хватать. Либо же она может быть грязная. Понимаете? И тоже в такой, допустим, ехать в машине не очень-то приятно будет. Согласитесь. Птица улетает. Вот такая ситуация, ребят. Но реально не знаю, есть ли у нас такое, сколько это стоит. Потому что нужно в любом случае смотреть, выгодно вам или нет. даже не знаю, сколько это может стоить. Если использовать такси, по-любому мы используем такси, потому что, ну, потому что иногда нужно. И такси у нас, в принципе, сейчас относительно недорогое. честно говоря, раньше я использовала такси, вызывала по телефону. Один номер там 30-40 у нас было, но он был достаточно дорогой, хотя я его вызывала давно, я не знаю, это было год или два. год или два назад и была доста... год или два, слышите, я вообще не в Украине была в это время. Наверное, 4 года назад где-то так я вызывала такси и оно достаточно дорого стоило. И потом я перешла на другое, когда один раз в темный весенний вечер я и шла с работы в 10 часов вечера и не смогла вызвать такси, потому что не ходил транспорт и была очень плохая погода и то есть все машины были заняты и то, которое я всегда вызывала, я не смогла вызвать. И я в панике звонила, у меня сажался телефон, я звонила своему парню и говорю, что мне, короче, делать, он быстро нашел номер другого такси, я позвонила и там очень быстро взяли трубку и в тот такси я не могла прикиньте вообще дозвониться. Вот ты стоишь ночь, ночь на улице, тебе, если идти до дома даже пешком, ладно, но тебе идти через лес очень приятно, да, во сколько это, в 10-11 часов вечера. Вот, я быстро набрала этот номер и, в общем, ребята, очень быстро приехала машина, очень быстро и буквально минута-две и минута-две и очень дешево было по сравнению с той, которую я тогда использовала. это такси было 2 тысячи. Это было намного дешевле, я уже не помню сколько, но допустим то где-то 80-70, а это было по-моему 54 гривны, что-то в районе того, представляете? Вот, и я с того времени начала пользоваться тем такси, которое дешевле и оно и быстрее, в общем, мне понравилось. так, ой, сейчас же, вы знаете, популярны у нас стали такси, всякие вот эти вот Uber, да, уклон, Uber, уклон, это нам говорили закачать, я бы сама, наверное, и не додумалась, нам просто с работы, когда мы не успевали, нам стали оплачивать такси, чтобы добраться нормально домой и мы скачали себе вот эти вот приложения, я не особо знала, как ими пользоваться, ну как-то там попользовалась, ладно, вот, но сейчас я тоже, ну, раз оно есть, нужно посмотреть, как оно, блин, работает, что вообще, и, в принципе, ребят, очень классно работает, очень удобно, ты можешь включить GPS поставить и такси приедет прямо к тебе, тоже, в принципе, недолго ждать, еще классно, что ты видишь, где, ты видишь, где такси твое, и очень недорого, кстати, там есть разные, можешь выбрать себе, там, супер, пупер, там, классик какой-то, супер комфорт, а можешь выбрать просто стандарт, он обычно вот самый дешевый и совершенно недорогой, то есть, я в центре раньше где-то ездила за 200, на 180-200 гривен, сейчас я ехала за 106, представляете, классно, мне понравилось, в общем, ребят, не знаю, пишите, используйте вы такие вот приложения, интересно, сколько стоит в вашем городе, в общем, я имею в виду вообще соотношение стоимости, какое в разных городах, одинаковое или нет, скорее всего, мне кажется, в больших городах, ну, как всегда, дороже, а в маленьких будет все равно дешевле, вот, ребят, так что сейчас скоро все будут водителями, представляете, потому что даже группа у нас там 30 чем-то человек, и люди еще прибывают, хотя уже как бы группа набрана, но все равно люди идут, и я смотрю во всех остальных, ну, этих школах тоже очень много машин, постоянно с разными названиями, они ездят, так что это актуальная тема, ну, честно, ребят, я же еще раз повторюсь, я не искала по стоимости, я скорее искала по тому, ну, как далеко это находится, чтобы находилась близко, мне удобно было добираться, потому что, честно говоря, я не люблю, если нужно далеко куда-то ехать, я не люблю транспорт, честно, мне кажется, вот на машине, конечно, самое то комфортное, ну, это и само собой понятно, но все равно, знаете, вот, а когда даже переезжаешь в какой-то другой город, в другую страну, это тоже очень удобно, что-то, ребят, не пойму, там, что, походу, хаски, сейчас вам покажу, бесхозная, вот это я увеличила, и где она, вон она, вообще пипец, она бегала с бездомными, с собачками, запуталась, в общем, ребята, еще один большой плюс, что, когда, ты, ну, поедешь не просто так, а переезжаешь на машине, ты можешь взять с собой все, что ты хочешь, делать остановки тогда, когда ты хочешь, и, ехать с комфорта, но сейчас же мы знаем новую фишку, да, когда можно отправить все почтой, ну, честно, я как-то об этом раньше не задумывалась, но, оказывается, есть такой вариант, отправить все почтой, и сам, не едет такой, вот, ребята, ладно, заболталось что-то, пойду, всем хорошее настроение, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, всем пока-пока,